Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емили. И я поняла, что давненько у нас с вами не было крабовых палочек, которые я обожаю. Значит, здесь у нас с вами 32 штуки. И я постараюсь все это съесть. Я просто уверена, что это получится, потому что у меня на канале есть челлендж, где я съела 120 штук. Вот. Я заставляла себя, если честно. И после этого видео мне как-то не особо хорошо было. Но 30 штук это обычная норма для меня. Они небольшие. И почему-то разные. Некоторые поменьше, другие побольше. И сегодня мы с вами будем говорить про паранормальные явления. Встречалась ли я? Почему-то в последнее время я очень много думаю об этом. Может, потому что я какие-то мистические истории начала смотреть. И это как-то меня не то что вдохновляет, даже немножко пугает. Буквально полчаса назад я разговаривал со своим братом по телефону. И один раз, лет 5 назад, он попал в очень страшную аварию. Еле остался жив, можно так сказать. Он был в реанимации. И состояние было действительно очень тяжелое. И он рассказывал, что приехала МЧС там, вырезали капот, или как крышу, короче, машины. И их вытащили оттуда. И в тот момент, как резали вот эту крышу, он этот момент видел со стороны. Ну, как в фильмах. Когда такие вещи рассказывает какой-то незнакомый мне человек, я склонна не доверять. Но когда это говорит мой брат, я не могу в это не верить. Ну, вообще, ученые доказали, что когда человек умирает, он становится на сколько-то грамм меньше. То есть, тело и дух, они отделяются. Это очень интересно, на мой взгляд. Я чисто вот никогда духов или чего-то не видела. Но моя бабушка, когда она умирала в тот день, мамина мама, она говорила, что у нас в исламе есть Израил, как говорится, да? Это какой-то дух, который приходит и забирает твою душу. И вот перед тем, как умереть, она говорила, вот за мной пришел Израил, я его вижу, вот он здесь, над кроватью, вот он стоит. все думали, что это бред сумасшедшего, но потом, через час, она умерла. Вот такие вот дела, ребята. я верю в экстасенсов, я верю в паранормальные явления, но мне кажется, они встречаются очень редко. и больше все-таки шарлатанов и мошенников всяких, которые наживаются на доверчивых людях. Постоянно и мне в инстаграме там пишут, что можно у вас купить, например, рекламу, я маг, я экстрасенс, вижу будущее, могу навести порчу, я сразу говорю, стоп, до свидания. Причем, они предлагают в разы больше денег, чем у тебя стоит реклама. Зачем это делается? Чтобы привлечь клиентов. Если ты крутой такой маг, то тебе реклама не нужна. Неправильно? Сарафанное радио тут будет как никогда кстати. Но нет, они покупают рекламу, покупают дорого. И честно, я не очень уважаю таких блогеров, которые рекламируют какой-то лохотрон. Мне кажется, это просто неуважение своей аудитории. Один раз мне предложили рекламу сайт с коробками. И в общем, ты покупаешь коробку, и тебе может выйти что-то, например, не знаю, есть коробка с косметикой, есть коробка Apple, там продукция от Apple. и они мне скинули ссылку, как одна из блогеров, миллионников, рекламирует их сайт. Но я подумала, если миллионник рекламирует, значит нормальный сайт. Я это, знаете, как подумала. Ты покупаешь коробку, и что-то из того, что есть в этой коробке, тебе может попасться. А оказывается, может тебе вообще ничего не попасться. И ты можешь проиграть свои деньги. Получается, это что-то вроде азартных игр. Они предложили хорошую сумму. Я даже сняла видео. А потом я решила покопаться в интернете. И посмотреть суть этого сайта. Получается, что ты можешь что-то выиграть. И реально люди выигрывают, но можешь и ничего не выиграть. и просто проиграть свои деньги. Мне кажется, это большой грех рекламировать то, что ты знаешь, можешь принести какой-то вред своим подписчикам. Они тебе доверяют, тебя любят. Мне реально безумно было приятно, когда я порекомендовала вам канал Дашук абсолютно бесплатно. То есть все пошли и подписались. То есть это вы поддерживаете меня так. Вот. И отвечать нужно тем же своим подписчикам. Кстати, совсем забыла макать в этот соус. Зачем я вообще приточилась? Я понимаю, что там нужны деньги и все такое, но это грех. Я считаю, что вот это грех. Иногда, например, мне скидывают в Инстаграм фотографию и говорят, что вы можете поставить это в историю, чтобы люди неравнодушные, кто может помочь, помог нам, у нас больной ребенок или у меня больная мама, у нас проблемы с финансами, нам нужна операция. Что вам стоит? Просто выложить фотографию. Мне это не жалко, что мне стоит в историю поставить просто фотографию. Но я понимаю, что это ответственность. А деньги? Я не знаю, куда пойдут ваши деньги. Я не знаю лично этих людей, действительно ли у них больные родственники. Понимаете? Фотографии это дело такое. Сделал скрин. Обрезал. Поставил себе в Инстаграм. Ну вот откуда я могу знать, что это реально больной ребенок? Поэтому я в такие дела вообще. Вот если среди моих знакомых там еще что-то будет такое, что действительно человек очень нуждается, я вам скажу, ребят, действительно, на самом деле не лохотрон. Вот. А документы сейчас любые можно подделать. Я уж помолчу про страницы, которые, например, разводят людей. У меня подруга, не совсем подруга, это была одна группница моей подруги. Была страница с одеждой. Вроде российская. группа как бы в Инстаграме. И никакой блогер не рекламировал эту группу, ничего такого. Просто чисто случайно наткнулась. Она заказала себе браслет, что-то наподобие Пандоры. Там не только одежда, но и бижутерия была. В общем, она заказала. И сказали, что вот мы отправили. И трех код не дают. Ждала, ждала, потом взяли ее, блокнули, ничего и так и не пришло. А когда такие маленькие суммы, кто будет с этим разбираться? Правильно, никто. Поэтому нужно быть аккуратными. Почему многие предпочитают Алиэкспресс? Потому что хотя бы ты знаешь, что тебе вернут деньги, если товар тебе не придет. Но у меня было такое, мне пришел микрофон, он не работал. Я открыла спор, мне не вернули деньги. У нас, честно, здесь в Баку такие же цены, как на Алиэкспресс. Даже есть места, где можно найти подешевле. В смысле заказывают, ожидают. сходи, пойди, купи, без заморочек, и ты знаешь, что тебе придет, никаких проблем не будет. Поэтому я все меньше заказываю в интернете. Есть, конечно, какие-то вещи, которые, ну, которых нет у нас здесь. Вот их приходится заказывать. а так, если здесь тоже есть, какой смысл? Давайте возьмем две крабовые палочки и постараемся съесть их одним разом. следующий вопрос. Как продвигать на данный момент свои видео в YouTube? Выгодно ли покупать рекламу напрямую у YouTube? Я реально была в шоке. Мне вчера Фатя скинула. И Саша Спилберг, она, то есть, ставит на рекламу свои видео, чтобы они больше набирали. То есть, реклама стоит намного дороже, чем ты зарабатываешь со своих видео с монетизацией, хочу отметить. Я лично никогда не покупала рекламу в YouTube. И мне кажется, это бессмысленно. Гораздо выгоднее эти деньги вложить в качество. Посидеть, подумать, как бы поинтереснее можно снять. Честно, я была очень удивлена, что Саша Спилберг покупает рекламу в YouTube. Я думала, он прям такой топчик, и такая, как она. Наоборот, все у нее покупают. Для меня это было удивительно. Просто вот этих старых ютуберов, вы, наверное, замечаете, когда их вызывают на интервью, берут у них интервью, сразу начинается такой вопрос. А времена-то идут, а года-то идут, а появляются новые блогеры, и вы становитесь неактуальными. И мне кажется, это немножко задевает блогеров, поэтому они вот пытаются. Главное, чтобы цифра была. хорошее, что вот я еще востребована в YouTube тоже. В YouTube просто знаете, что плохо. В Instagram ты снял стори, сразу выложил. В TikTok это просто там автоматически музыка склеивается, и все. То есть, буквально за 5 минут можно сделать классное видео, и набрать подписчиков, и все такое. а с YouTube это конкретный геморрой. И сразу вы не начнете зарабатывать деньги. Это все настолько сложно реально. И с каждым днем YouTube это все делает сложнее и сложнее. такой вот вопрос. В условиях карантина как часто видите с парнем? А если видитесь, то куда идете? Честно, идти абсолютно некуда, только если по аптекам гуляете, по продуктовым магазинам. потому что парки все закрыты из-за карантина. Рестораны закрыты. Поэтому видимся не так уж и часто. Вернее, один раз. Наверное, где-то в 10 дней это очень неудобно. Но я понимаю, что это проблема не только у меня таки, а у всего мира. И нужно соблюдать весь этот карантин. Вот и поздively. Вернее, вернее. Я не думаю, я попробую а мою он ну все ребята я доела до конца специально сделал ускоренный режим чтобы не отнимать у вас много времени если бы я бы болтала и потихонечку это кушала то время бы у вас ушло наверное где-то час я сама и сейчас не очень люблю длинные видео поэтому решила сделать ускоренный режим знаю что вам не нравится но я думаю что длинные видео никто смотреть не будет честно я прям наелась вот прям уже некуда в общем на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал всем желаю удачного дня всем пока